Всем привет! Сегодня я обнаружила на своей орхидее, она вот такая вот несчастная, ослабленная и на ней еще появился к тому же мучнистый червец. Как он выглядит я вам покажу. Но это не он сам, это пока что, видите, вот такие вот беленькие, пока что он там сидит. И на листиках я вам покажу еще. Вот здесь, видите, колония, прямо вот эта беленькая. И на листиках такое вот, как липкая немножко. Вот это мучнистый червец. Сами вредители такие страшные, но пока они у меня еще не вылупились. Пока вам показать их не могу. Вот, а бороться я буду с ними очень просто. С листочков я сниму их ваткой, смоченной в дегтярном мыле. Вот таким мыльным раствором дегтярным. А еще основное мое средство, это будет октара. Вот такое вот октара средство. Я его разведу и дальше покажу, как я буду бороться с помощью октары с вот такими вот ужасными вредителями на моей орхидее. Ну и обработаю еще те орхидеи, которые поблизости с этой орхидеей стояли. Вот тоже обработаю октарой. У этого вредителя есть женские и мужские особи. Женские откладывают яйца, вот которые я вам показала. А мужские особи их оплодотворяют. И они еще и летают. Так, если появится у вас летучая живность, то знайте, что это скорее всего вот это вот мучнистый червец. Откуда он берется? Он берется либо с магазина, доставляете с новыми орхидеями, либо даже залетает с улицы. Но ничего не бойтесь, мы его поборем с помощью октары. Я смочила ватный диск дегтярным мылом. Вот такое у меня дегтярное мыло. Вот такое. И вот этим диском я сейчас сниму вот эти вот все белые, видите, вот эти вот места почищу. Вот видите? Это уже почти готовая особь. Еще бы чуть-чуть, чуть-чуть. И она бы завтра вылупилась и уже бы ползала по всему цветку. Поэтому я хочу вот это все сегодня снять и обработать свое растение октарой. Разносить его не нужно. Нужно будет менять ватные диски и обработать все листочки. Снизу обработать дегтярным мылом и сверху. Просто смоченным мыльным раствором вот так вот обрабатываем все листочки. Удаляем все ненужное. И вот удалили несколько и выбрасываем вот этот ватный тампон, который мы уже используем. Мы его выбрасываем. И берем потом новый. Чистый диск смачиваю водичкой и просто вот мылом намыливаю мылом диск. И продолжаю обрабатывать. Переворачиваю. Пока что этот диск не буду выбрасывать. И обрабатываю дальше. Ну, в общем, вы поняли, как это делается обработка. Так что я обработаю все листья. Загляну в пазухи листьев. Там тоже любит такая живность поселиться. Сниму всю эту гадость. И затем обработаю октарой. Октарой нужно делать две обработки. Так написано. Я думаю, что мы хорошо поборемся. Давайте сделаем раствор для обработки нашей орхидеи. Значит, я говорила, что буду использовать октару. Октара у меня вот такая вот. 1,4 грамма. Обычно раствор для орхидеи делают 2 грамма на 3-3,5 литра воды. Я пересчитала, что на мое количество, 1,4 грамма октары, мне понадобится чуть больше 2 литров. 2 литра и 100 миллилитров. Ну, где-то приблизительно 2 литра. Итак, вода у меня теплая. Вода должна быть теплая, где-то градусов 30. Нужно защитить себя, одеть перчатки, возможно, одеть респиратор. Высыпаем октару. И я буду перемешивать держателем для орхидеи. Нужно все это перемешать, чтобы порошок растворился. И погода должна быть солнечной, должно быть много света, потому что солнце поможет нам в борьбе с нашей живностью. Кстати, октара помогает не только от мучнистого червяца, но также от всевозможных клещей. Травить я буду вот в таком кашпо. А начну я с той орхидеи, которая не была у меня замечена в клещах, в мучнистом червяце, но все же она находилась у меня в одной комнате с зараженным растением, поэтому я буду обрабатывать все растения. Вот я ставлю ее в кашпо. Немножко опущу. И беру наш раствор и проливаю в кашпо. Вот как делаю я полив, так и сегодня я вот этим раствором проливаю орхидею. Вы видите, до какого уровня. Вот до такого уровня горшка у меня находится вода. И так в этом растворе орхидея должна стоять минут 20-25. Пусть она постоит, корни напитаются водой и также продезинфицируется здесь грунт. Так же я сделаю со всеми орхидеями, которые у меня есть. Вот так оставляю на 20-25 минут в этом растворе орхидею. Ну что, пора вынимать наши орхидеи из октары. Мы сливаем воду и ставим в поддончик. Ставим на светлое место. Теперь солнечные лучи будут подавать листьям команду начинать пить воду. Ту, которую корни сейчас впитали в себя. И эта вода передается от корней к листьям. А октара именно действует на тех вредителей, которые сосут жидкость из листьев. Соки из листьев. Поэтому начнут действовать на вот эту вот живность. Это и клещи, и паутинные клещи, и другие клещи. Вот на все вот такие вот комахи, я кажусь, на Украине. Поэтому следующая обработка у нас будет где-то дней через 7-8. Точно так же обработаем октарой. Производитель пишет, что двух обработок вполне достаточно. Надеюсь, что первый этап у нас пройдет нормально. Будем смотреть, наблюдать. Особенно наблюдайте за своими ослабленными растениями. Именно ослабленные растения очень любят вот такие вот живности. Ну, а на сегодня у меня все. Итак, всем пока-пока. Кому помогло это видео, ставьте лайки. Если у кого-то есть какие-то замечания, рекомендации, жду ваших комментариев. Итак, всем пока-пока. С вами была Инкогнито Татьяна. Субтитры сделал DimaTorzok